Сепарироваться или не сепарироваться? Откуда можно сепарироваться? Сепарироваться – это значит удалиться, просто взять и удалиться из этих отношений с мамой, с мужчиной, в которых вам уже некомфортно. Вы чувствуете, когда на вас влияют программы. Вот просто с мамой как сепарироваться? Разъехаться, жить в разных местах, при этом быть в прекрасных отношениях. Но не зависеть от материнских запретов, от материнских ограничений и, кстати, отцовских тоже. Но кто-то скажет, ой, мне так хорошо с мамой, мне так комфортно с ней, живется классно. Ну и как вы проявляетесь? Насколько вы добились успеха? Какие-то прямо у вас финансовые успехи, результаты в карьере? Да нет, я просто хожу на работу, зарабатываю уже там много-много лет, 20 тысяч, не замужем, прихожу домой, так удобно, так уютно, так тепло, мама все сделала, постирала, нагладила мне, я утром выхожу и опять на работу. Прекрасно женщина проживает жизнь. Женщине 40 лет. Она уже большая, взрослая особь, которая должна понимать, что что-то помимо вот этого контакта в узеньком ее пространстве бытия, с мамой есть еще жизнь. И у мамы есть своя жизнь, и у этой женщины есть своя жизнь. У мамы есть сфера личной жизни, здоровья, карьеры, реализации, и у нее, у этой барышни тоже все эти сферы есть. Но как-то мама замкнута только на жизнь у дочери, а дочь в чувстве вины находится, боится уйти от мамы, потому что та слишком много ей дала, и если она ее бросит, это же невозможно. Но опять же, да, какой вопрос? Смотря какой вопрос. Вы можете остаться в состоянии жить с мамой, продолжать и ничего не делать, значит, вас все устраивает. И тогда не говорите, что вам что-то не нравится, вам не нравится ни продвижение по карьере, вам не нравится то, что с вами нет рядом мужчины, потому что вашей маме все мужчины не нравятся. В каждом мужчине она найдет какую-то ограничивающую программу, что он как-то вам не подходит. И это решение принимает мама. Так вот, как понять, влияет мама на вас или нет? Вот первое, мама контролирует, мама принимает за вас решение, и мама вас часто тормозит в каких-то порывах. У вас идет порыв, вы хотите созидать, что-то создать, что-то придумать, а у вас сразу же материнский запрет. Это важная тема по проработке и важная тема сепарации. Хотя бы стоит попробовать пожить самостоятельно, взять ответственность за свою жизнь. Также в отношениях с мужчиной. Часто женщина не сепарируется из абьюзивных отношений, потому что есть какие-то вторичные выгоды, как у первой нашей барышни. Ей удобно было, что мама за нее все делает. Очень удобно. А мама в этом нашла свою реализацию. Переносимся вот в эти абьюзивные отношения. Почему женщина не может оттуда уйти? А у нее есть тоже вторичные выгоды. Либо ей жить негде, либо он зарабатывает и тянет ее и ее ребенка от первого брака, ну и много-много-много всего. Либо просто ей не хочется работать. И вот что должно выйти первое на поверхность? Определиться. Я хочу продолжать жить так, как я хочу, как живу, вот сейчас в этом поле, в этом бытие. Либо меня уже радикально что-то не устраивает. Я уже конкретно хочу что-то поменять, но не могу и не знаю как. Так вот, если у вас в голове мысли возникло, что я хочу что-то менять, уйти из отношений в абьюзивных, уже отдельно жить от мамы, потому что у меня вот то-то, то-то мне не нравится, это-то мне не нравится. Вот если у вас есть в голове такие мысли, что-то поменять, надо взять и сделать. А для начала себя распаковать, сначала до конца себя понять, кто я есть. Многие люди, живя в каких-то зависимых, созависимых отношениях, они просто себя не слышат, они просто не знают, как они могут чувствовать, что они хотят, потому что за них чувствуют, хотят, желают и делают другие люди. Так вот, первый вопрос. Хочу меняться или нет? Если хочу, нужно идти в глубину. Поэтому глубину мы вам найдем. Скоро я проведу как раз-таки марафон на тему глубокого погружения в свою личность, внутрь себя, из хаоса в порядок, буквально вот так называется. Поэтому приходите, запишитесь, и будем вас прокачивать. И вы все узнаете о том, надо вам сепарироваться, либо не надо. Но я вас не заставляю. Вы можете продолжать жить в том же состоянии, как и сейчас. Может быть, вам так вкусно.